МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Укрзалезыница планирует повысить стоимость ЖД-билетов. Как пишет портал РБК Украина, железнодорожные перевозки подорожают с июня. Об этом на брифинге сообщил журналистом глава наблюдательного совета Укрзалезницы первый замминистра инфраструктуры Украины Евгений Кравцов. По его словам, в настоящий момент обсуждается, насколько именно возрастет стоимость пассажирских ЖД-перевозок. Новый тариф, считают железнодорожники, должен быть таким, чтобы покрыть объемы капитальных инвестиций в развитие предприятия. Напомню, недавно министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян заявил, что недоволен работой, в частности, руководства Одесской железной дороги. По его мнению, в сфере железнодорожных перевозок необходимо провести кадровые изменения. К решению этого вопроса министр призвал подключаться правительство. Одесская полиция взялась за поджигателей. Третий за минувшую неделю пожар с признаками умышленного поджога, который произошел на выходных на Богданах Мельницкого, вынудил правоохранителей открыть производство по статье «Умышленное уничтожение имущества». А в ночь на 17 апреля на Молдаванке пожар полностью уничтожил 4 квартиры. Еще 3 были залиты водой при тушении. С места происшествия была госпитализирована женщина с ожогами конечностей. Напомню, это уже третий пожар с признаками умышленного поджога за последнюю неделю. В ночь на 11 и 13 апреля возгорание возникло на причале рыболовного общества на даче Ковалевского. Пожар, который произошел на площади в 1000 квадратных метров в первом случае и 500, во втором уничтожил в общей сложности 26 коттеджей. В обоих случаях при тушении возникли сложности. В огне начали взрываться газовые баллоны, а подобраться к очагу возгорания было невозможно из-за плотной застройки. Все три инцидента полиция квалифицировала как поджоги. Открыты уголовные производства по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». Правоохранители устанавливают личности поджигателей. Им грозит до 10 лет тюрьмы. Одесская таможня бьет рекорды. Как сообщает Думская НЕТ, в государственный бюджет поступило 2,2 млрд. грн. таможенных платежей. Это рекордная сумма за всю историю существования Одесской таможни периода независимой Украины. За все эти годы суммы поступлений ни разу не достигали и 2 млрд. грн. Также рекордными являются ежесуточные поступления. Они составляют 102 млрд. грн. и в два раза превышают аналогичные мартовские показатели прошлого года. Всего же за первый квартал 2017 года Одесская таможня перечислила в государственный бюджет 4,8 млрд. грн. грн. Это на 1,7 млрд. грн. больше, чем было перечислено за первый квартал прошлого года. Штормовой ветер в Одессе собирает урожай. Как пишет Думская.нет, на Куликовом поле со стороны улицы Канатной шквальным ветром свалило большое дерево. ЧП произошло утром 18 апреля. По словам очевидцев, в результате инцидента никто не пострадал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok